Они очень страшные для меня. Вы всегда слышите, когда стреляют? Да! А страшно, когда стреляют? Да! Дело в том, что этот поселок с трех сторон окружен украинскими войсками. И здесь постоянно идут обстрелы. И обстрелы идут по вот этим маленьким, прекрасным герам. Подходим к машине, получаем подарочки. Ну, давайте! Первый человек, которым мы помогли, был такой дедушка без ног. Украинский снайп по нему стрелял. Это вам продукты. Когда в холодильнике положите курочки, хорошо? Спасибо! Другая семья жила с 14-го года в разрушенном доме. Там крыши уже не было. Они там все еще живут. Как зовут? Светлана. Меня зовут Алина. Очень приятно. Вау! А что именно произошло? Я всегда думала, что это конфликт между военными. Но на самом деле, видела и слышала от людей, что украинцы целенаправленно убивают менеджителей. И для меня это был огромный-огромный шок. Алина приняла для себя непростое решение. Она остается на Донбассе и будет рассказывать немцам обо всем, что тут происходит. Я вообще из Германии приехала, чтобы узнать сама, своими глазами, что здесь цельсии. Мне было бы очень приятно услышать ваше мнение, что... чтобы мы вас поняли. Отвечаем. Просто я заметила, что нет силы всегда рассказывать. И они всегда, всегда не правы. Они не правы рассказывать. Мы собираемся, но пили посему убивали народу. Зайдите к нему сейчас дом. Я жаль, что ночью. Так стал и вбил по этой нацистке. Убивали народу. Об этом никто не рассказывал на Западе. Никто. Никогда не видел, не слышал на немецком телевидении такое. И наоборот, они только показывали мнение украинцев. И все. Продолжение следует...